Доброе утро, пермики! Меня зовут Юлия, я координатор клуба 28 петель Пермь. Мы занимаемся вязанием и в свободное время мы вяжем вот таких вот веселых игрушек, осьминожек для детей, которые рождены раньше срока. Также мы вяжем для них одежду, пледики. Я вяжу с детства, вязать всегда любила, то есть это, можно сказать, продолжение моего жизненного пути, то есть одна из ветвей его. Самой ребенок был рожден раньше срока, поэтому, когда узнала об этом клубе, как-то не могла пройти мимо. У нас не только осьминожки, у нас тут и морковки всякие, и совушки, и кого только нету, цветочки вяжем. Мы вяжем шапочки, вяжем носочки, вяжем пледики, кофточки. Все это должно быть без лишних пуговиц, без лишних каких-то элементов. Также мы вяжем носочки, которые можно будет использовать для капельницы, когда в ножку малыша вставляется, да, какой-то медицинский прибор, чтобы в этот носочек был доступ. Сейчас я вяжу как раз-таки вот этот вот хвостик для осьминожки. Их будет щупальца. Их будет несколько штучек. Не важно, что здесь, важны вот эти вот именно щупальца. А держать за них ребенок, он просто вот хватается. Ну, во-первых, уйдет ощущение, что он как будто бы в животике находится, как будто держится за мамину кубовину. Они просто хватаются и держатся за нее. У них уже нету необходимости что-то хватать еще помимо этого. Средний размер – это где-то 8-10, да, сантиметров голова, и вот эти до 20 сантиметров в растянутом виде спиральки. На осьминожку нужно 50 грамм пряжи, 100% хлопок. Состоит из трех частей. Голова, щупальца их будет 8 штучек и донышко. И нужен наполнитель, который еще в хлопчатобумажном мешочке должен быть, чтобы он весь сквозь дырочки небольшие не просочился. Все вещи в отделении, они передаются стиранные уже, то есть это обязательно требование врачей. Плюс еще сами же врачи, они производят обработку, то есть обрабатывают в автоклаве, поэтому такие требования, чтобы там не было синтетических материалов. Мы с удовольствием принимаем эти вещи, помогаем, оказываем спонсорскую помощь в виде пряжи, спиц, предоставляем материалы для того, чтобы можно было создавать эту красоту. У нас написано в группе, где какие пункты приема, девочки просто сами туда привозят, когда у них есть время. Можно вот так же зайти в нашу группу, посмотреть пункты приема, да, привезти туда. Если у вас есть свободное время, попробуйте вязать. Во-первых, вязание, оно успокаивает. Во-вторых, получив помимо полезного хобби, вы можете сделать такие вот добрые дела для маленьких детишек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова